В Севастополе побывала делегация предпринимателей Хантамасийского автономного округа. Ее участники посетили перед этим Евпаторию, где ознакомились на местах с условиями размещения детей в оздоровительных учреждениях. В Севастополе состоялась встреча с предпринимателями города и руководством местного отделения Общероссийской общественной организации представителей малого и среднего бизнеса «Опора России». Есть много общих интересов, есть предложения. Так, в Югре готовы для нас отгружать лес. Лесные дикоросы, кедровые орехи и продукты из них, и, конечно, сувениры. От крымчан представители Югры ждут фрукты, овощи, вино и путевки в санаторию. Но в ходе обсуждения направлений возможного сотрудничества кто-то из гостей вспомнил о 5000 километрах, разделяющих наши города. Поездом 5 суток пути. Для отпускника или ребенка тяжело 10 дней дороги провести. Самолетом через Москву быстрее. Но даже при хантимансийских зарплатах мало кто рискнет на перелет стоимостью в десятки тысяч рублей. Речная навигация. Три летних месяца. В мае еще снег, а в октябре уже снег. На то они и предприниматели, чтобы искать выходы из, казалось бы, неразрешимых ситуаций. Чтобы предпринимать реальные шаги. И такие шаги намечены. Обсуждаются они будут уже теперь заочно, но есть надежда сообща найти решение. Круглый стол практически затронул вопросы взаимодействия и сотрудничества предпринимателей возможного города Севастополя и Малонинецкого округа. Были обсуждены проблемы бизнеса мелкого и среднего города Севастополя, которые на сегодняшний день существуют. Возможные отраслевые связи, которые будут со временем налажены с Малонинецким округом. Были конкретные предложения по отраслям. Интересовало виноделие в основном наших гостей. Завтра в Ифаторе будет проведен круглый стол по итогам всей миссии, которая была проведена в течение четырех дней по Крыму. И я думаю, что будет принята определенная резолюция по результатам вот этого круглого стола, который происходил практически в четырех регионах Крыма. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Такие мероприятия должны продолжаться в городе Севастополе, на которых происходит обмен мнениями, обмен проблемами, обмен успехами. И сегодняшнее мероприятие совместно с правительством города Севастополя было организовано. На этой встрече предприниматели города Севастополя, члены опоры России, обменялись полезными контактами, налаживали дружеские взаимоотношения с предпринимателями Антимансийского округа. Я думаю, что это будет продолжение нашей дружбы. И севастопольские и крымские товары дойдут до дальних уголков Российской Федерации. Участники встречи решили укреплять сотрудничество в том числе и на основе общественной организации опора России. Владимир Ларионов, программа «Наше время». Ассевастополь.